Вопросы бизнеса, его поддержки, развитие малого и среднего предпринимательства обсудили в зале заседания Окружного совета депутатов. Организатором встречи выступила Щелковская торгово-промышленная палата. Субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, у нас более 10 тысяч. Мы сегодня организовали онлайн-трансляцию для тех, кто не сможет приехать. Встреча с представителями бизнес-сообщества, субъектами малого и среднего предпринимательства на очень актуальные темы. Так, изменения в налоговом законодательстве стали одним из главных вопросов встречи. С 2023 года вводится система единого налогового платежа, предусматривающая уплату практически всех налогов, взносов и сборов одним платежным поручителем. Мы все помним самое главное, что в едином налоговом платеже есть два изменяемых реквизита. Это и номер налогоплательщика, и сумма, которая отражается в этом платежном поручении. Клуб бюджетной классификации, он у нас единый для единого налогового платежа. Но в течение 2023 года, если вы обратили внимание, вам дано право платить распоряжением. И при вашей оплате любая платежка, как бы она ни поступила, на старые реквизиты, которые действовали в прошлом году, казначейство их отнесет все равно к единому налоговому платежу. Новая система удобна для предпринимателей, как отметили сами пришедшие на встречу представители бизнеса. Это удобнее гораздо, чем мы платим за несчастные случаи, за медицинское страхование, за социальное страхование, налоги на физических лиц. Это все в едином счете. Все было подробно, конкретно. И если почаще будут эти встречи, вот нам, как предпринимателям, это очень полезно. Обсудили и вопросы региональных мер поддержки. В ходе встречи представители Московского областного гарантийного фонда и подмосковного фонда микрофинансирования рассказали о налоговых льготах, существующих программах и предоставляемых продуктах. Мы являемся государственной микрофинансовой организацией. Соответственно, мы организованы правительством Московской области и являемся подведомственной структурой Министерства инвестиций промышленности и науки. Цель нашего фонда – предоставление льготных микрозаймов суммой до 5 миллионов сроком до 36 месяцев. Так, например, представители социального бизнеса могут получить 2 миллиона на 3 года при минимальной ставке 2% годовых.